Приветствую вас, уважаемые телезрители и слушатели, дорогие братья и сестры, вчера, 3 июля, мы, белорусы, отмечали День Республики, День Независимости Республики Беларусь. Нашему народу был дан исторический шанс и возможность самостоятельно устанавливать внутреннюю и внешнюю форму жизни. В светском мире говорят политику, основанную на национальных ценностях и представлениях о добре и зле, о счастье и успехе. Это есть несомненное благо и та свобода, к которой стремятся многие народы. Символично для нас, белорусов, и сама дата праздника Дня Независимости. Это освобождение города Минска и фактически всей Белоруссии от оккупации фашистским рейхом. В символе этой даты заложено понимание подлинной свободы. Это своя земля, предприятия, школы, храмы. Свои взгляды на жизнь. Свои взгляды, а не чужие. В то страшное время это были взгляды фашистские, определяющие достойных и недостойных. А сегодня, увы, западно-либеральное, стирающее все, что дает возможность человеку самоопределиться. Все, вплоть до человеческого пола. Какие символы современной Белоруссии чаще всего называют люди? Простые люди. Василек, Аист, Драники, Слуцкий пояс, Хатынь. Некоторые вспомнят крест Ефросинии Полоцкой, Библию Франциска Скорыны, назовут Национальную библиотеку. Сегодня отмечают еще и Всехсвятский храм-памятник, называя ласково, светлый храм, как духовный символ белорусской нации. Значит, в нашем самосознании сегодня укореняются духовные традиции, которые связывают народ с Богом. Имея такой символ, белорусы воспринимаются другими нациями, как Божий народ. А с кем Бог, у того и сила. А кто с Богом, у того и правда. Мы читаем в Псалтире. Господь не оставит праведников и будет судить Вселенную по правде и совершит суд над народами по правоте. Вот здесь уместно вспомнить и вторую заповедь и обратить внимание на ее вторую часть. Не сотвори себе кумира, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вино отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня, и соблюдающим заповеди мои. Обратите внимание, и творящим милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. До тысячи родов. Это ж сколько лет. Однако историческая память – это не прерогатива православия, память, как и земля, национальна. Она принадлежит всем. И тот момент, что молитва запавших защитников Белой Руси и жертв войн звучит сам вона, это не значит, что православие белорусское. – это значит, что православная вера чтит воинский подвиг. Как только мы перестанем понимать и принимать, какого мы духа, как только отвергнем свой корень, мы совершенно незаметно называли мусором ненужной информации свой духовный исток. И вот тогда говорить о сохранении памяти о Великой Отечественной войне будет бессмысленно. И уже, наверное, совсем символично, что в этом году Объединенная Европа 21 июня подписала пакет санкций против Беларуси. В тот же день, только в 1941 году, МИД Германии подписал меморандум, в котором обосновал свое право напасть на СССР. Вот вам и символы, вот вам и даты. Вот почему основной задачей изучения и сохранения исторической памяти Великой Отечественной войны является определение, что есть «Правда». История, как наука, будет хранить в архивах исследования мельчайших событий военного периода. Но когда речь идет о народной памяти, то для нее важны ключевые моменты. Можно сказать, рэперные точки. «Правда». Через 200 лет, если Бог даст, доживем, то есть будет существовать мир, наверное, возникнут былины, что была страна огромная, от конца и края земли, страна дружная, и налетела черную тучу на ее народы нацистская Германия. Как дикие звери вороги терзали людей, грабили, сжигали города, убивали детей, стариков по коварному плану ост. Но воспрянул русский дух, и сплотились народы, их храбрые воины, и старый мал, и женщины, и дети одолели силу нечистую, и гнали ее до Берлина, и уничтожили ее на корню, и похоронили матери своих сыновей, жены, мужей, сестры, братьев, и была усыпана вся земля курганами, предателей и пособников всех нашли и бросили во строк глубокий, и отстроили люди новый мир, и зажили лучше прежнего, и с тех пор не совалась к ним сила нечистая, сила нацистская. то есть формирование народной и исторической памяти в этом формировании ключевую роль играют символы, они врезаются в память и передаются поколениям. Кроме того, чтобы историческая правда жила, нужно, чтобы народ не велся на фальсификации, на частное мнение культовых личностей, дающих интервью сомнительным каналам и радиостанциями. Мы должны уметь анализировать информацию, но для этого нам нужна база знаний, психологические привязки к национальному самосознанию, а значит, Великая Отечественная война постоянно должна находиться, если хотите, в идеологической повестке нашей страны, должна существовать преемственность знаний. И вот проблемой культуры памяти о Великой Отечественной войне на данном этапе является уход в вечность живых свидетелей истории. Они, даже совсем немощные, все же являются символами победы. И мы ощущаем себя их наследниками, то есть народом-победителем великого зла. Кто или что заменит их? Уже никто то и ничто. И нужно ли их заменять? Правду могут безмолвно сообщать непосредственные участники войны. Души людей живы в вечности, а тело их, сотворенное Богом из праха, то есть из тех же частиц, что и материальная природный мир вновь распадается на мельчайший элемент, становится землей. Это значит, что и оно не исчезает без следа. Поэтому земля в контексте крипты храма-памятника это овеществлённый прах людей, а также это частичка земли, где проходило сражение. Этот кусочек земли словно законсервированный в своём историческом времени. это земля в капсулах, сосудах имеет генетическую память. А ведь душа человека очень тонкая структура. Она особым образом чувствует прикосновение к истории и к духу людей, которые с одной стороны навечно покинули этот мир, но с другой в нём же остались до конца его существования. Конечно, это метафизика, но именно в ней образуются символы. Да и сам человек живёт прежде всего не телом, а духом, поэтому и восприимчив к нематериальной сфере. храм-памятник задумывался для увековечения памяти павших белорусов и павших воинов и всех невинно убиенных. Но задумывался как книга жизни, как книга жизни, чтобы никто и ничто не были забыты. А за каждой смертью, как известно, кроются обстоятельства и заказчики убийства. Поэтому можно сказать, что в крипте хранятся неопромерживые доказательства исторических преступлений. следовательно, такая форма памяти способна сохранить те самые реперные точки о Великой Отечественной войне. И правда будет обитать в храме-памятнике даже тогда, когда, не дай Бог, в наших школах или вузах вдруг начнут учить по-другому. Благодаря своему воздействию на душу и сознание крипта есть ось новой формы памяти о Великой Отечественной войне. Посетитель, находясь там, также ощущает себя частью народа-победителя и народа-страдальца, как и при живых свидетелях. Храм-памятник в честь всех святых предлагает органичную нашим традициям и миропониманию культуру памяти, идущую со времен крещения Руси, когда павших отпевали, за них молились и пели им вечную память, когда героев хоронили под алтарями храмов, а в честь битв возводили храмы-памятники, чтобы поминать убитых воинов, пока служатся службы Господу. Дерзну сказать, что храмы для христианской эры белорусов равнозначны ее культуре языческих курганов дохристианское время, и та, и другая культура опираются на веру в загробную жизнь, на жизнь духа, и та, и другая культура имеют религиозное основание. Культура атеистического периода, отказавшись от удохотворения памяти, лишь материализовала ее в мемориалах, стелах, досках, увековечила события в искусстве, переосмыслила порой не лучшим образом символ неугасимой лампады вечном огне, учтя или нет, где горит вечный огонь. Но преимущество культуры, культур, которые обращаются к духу человека и божественному духу в том, что они более глубоки, они более жизнеспособны, они одухотворены небом. В 2010 году никто из нас не мог даже предположить, что идея собирать горсть земли в память о павших воинах, убиенных и замученных мирных гражданах найдет столь большой отклик в обществе. Все капсулы, которыми заполнены ниши в крипте, это во многом результат и общественных инициатив и акций. то есть общество непосредственно принимает участие в каждом действии памяти, что еще больше закрепляет ее на уровне эмоций и чувств. У человека есть потребность знать свой род, поэтому подобная деятельность храма-памятника будет востребована во всех поколениях. Вот мысли, которыми мне хотелось поделиться с вами сегодня. Поразмышляем над всем сказанным, подумаем, как сохранить все, что имеем, как сохраниться самим и как сохранить нашу синюокую Беларусь. 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 Беларусь.